В нашем эфире следующий гость, Владислав Наземцев, экономист Владислав Леонидович. Здравствуйте. Да, добрый день. Скажите, какая у вас была первая реакция, когда вы услышали и узнали сегодня новость о смерти Навального? Ну, к сожалению, реакция была от того, что, в общем-то, это вполне ожидаемое событие. Я абсолютно был уверен, что Алексей Анатольевич выйти из Тюйма не сможет. Еще три года назад у меня выходили статьи, как только он был арестован, в которых я однозначно утверждал, что Навальный оказался пожизненным заключенным. Либо пожизненным до конца своей жизни, либо до конца жизни Путина. Альтернативы не было. Что теперь? Как вы полагаете, как это все отразится на жизни в России, на диктатуре, на ее устойчивости? Возможно, она перешла в какой-то совершенно другой, новый уровень. А возможно, просто закрепилась в том, что у нее сейчас есть? Да. Я сказал бы, что скорее закрепилась в том, что есть. Тут красных линий давно уже нет, они все переедены достаточно давно в прошлом. Мы говорили традиционные фразы о том, что весь мир изменился и после убийств журналистов, после гибели Политковской, после убийства Бориса Немцова, после войны в Украине. Но мы видим, что все равно режим остается прочным. Он ориентируется в первую очередь сейчас уже на террор и насилие. Это тоже было предсказуемо. Я тоже об этом говорил достаточно давно, еще до возвращения Алексея Анатольевича в Россию. И Владимир Путин на сегодняшний день, он просто и его друзья, они владеют Российской Федерацией как собственностью. И такой актив никогда не будет сдан без боя. Поэтому еще больше жертв на этом пути вполне можно ожидать. Они не остановятся абсолютно ни перед чем. И в данном случае я просто хочу сказать, что население Российской Федерации, оно на мой взгляд вполне смирилось с происходящим. И даже такого рода события страшные, как случившиеся сегодня, они не способны народ уже поднять ни на что, на мой взгляд, к сожалению. Все идет по худшему из возможных сценарий. Навальный, кроме того, что он и оппонент Путина, и политик, и расследователь, наверное, уже стал неким мифом, если позволите так выразиться. А миф ведь убить нельзя. И более того, физическая смерть Навального как будто дает ему еще больше силы. Его убеждениям, его взглядам, его расследованием, его постулатам, вообще его наследию. Не просчиталась ли тут власть? Нет. Я думаю, что это довольно иллюзорное ощущение, что она дает такие возможности, потому что мы прекрасно понимаем, что движения, которые были организованы в поддержку Алексея Анатольевича, его ФБК, его соратники, они значительно имея подпитывались идеями, в общем-то, выдающегося, конечно, человека, и его призывами, и его статистическими, и тактическими решениями. Я подозреваю, что движение Навального умрет очень быстро, потому что никто из его последователей не обладает той харизмой, которую обладал Алексею Анатольевичу, и не обладает той твердостью духа, которую обладал Навальный, потому что мы прекрасно понимаем, что только он один из всех оказался там, где он оказался и кончил свой путь так, как он его кончил. Никто из других его последователей не собирается идти до конца по тому же пути. Поэтому я думаю, что смерть Навального – это большой успех Путина, это конец одной из самых многообещавших в свое время линий оппозиционной деятельности в России. Вы думаете, смерть Навального еще больше разобщит оппозицию? Нет, она не разобщит оппозицию, она устранит одну из частей этой оппозиции, в то время как вся остальная ее часть, в общем-то, способна только говорить и записывать какие-то безобидные ролики. Но Михаил Борисович Ходорковский сегодня призвал приходить на выборы и вписывать Навального в бюллетень. Ну, я буду очень влюблен, если кто-то поставит этому призыву. К сожалению, российская оппозиция, она даже не разделенная, она имеет крайне странное представление о том, что может завести народ, она не общается с ним и, в принципе, не имеет многого чего сказать тем людям, которые в России действительно находятся в ужасе от давления путинизма, от тех ужасных условий, в которых приходится жить. Многие люди не могут уехать, они вынуждены оставаться, они хотят что-то делать, они понимают, что идет страшная волна террора и насилия, но организационные возможности наших оппозиционных политиков, они, на мой взгляд, сегодня очень низки. Мы реально не понимаем, как обращаться с людьми, как разговаривать. Навальный был велик тем, что он нашел один из нервов российского общества, он показал, что страной правит клика воров, он показал, что коррупция является сутью режима, является его важнейшей задачей. Власть как бизнес – это, в общем-то, суть современной России, и он пытался это дело вскрывать. Это было, на мой взгляд, важно. Да, конечно, это не привлекло всех, это не создало мощного общенационального движения, но так или иначе, это был важнейший нерв российской политики. Сегодня я, честно говоря, не вижу никого, кто мог бы и продолжить его дело с такой же самозабвенностью и самоотверженностью, не того, кто мог бы предложить какое-то новое серьезное направление, способное объединить россиян, или, по крайней мере, резонировать в России. Вот это, на мой взгляд, самое пугающее, что сегодня есть. Сегодня, я понимаю, конечно, мы накануне второй годовщины начала войны в Украине, и повестка дня, связанная с этой войной, заслоняет все остальное, но, к сожалению, еще раз повторю, в России тема страданий украинского народа не является той темой, которая может поднять россиян на серьезные действия против режима. Кроме этой повестки в оппозиции, сегодня я ничего не вижу, к сожалению. Именно поэтому смерть Навального – это страшный удар для его соратников и всех, кто, в общем-то, стоял в оппозиции к путинскому режиму. Тем временем приходит сообщение из центра Москвы на Лубянке. Полиция разгоняет людей, которые вышли в память об Алексею Навальном. Об этом говорит корреспондент издания «Сотовижн», который находится в центре столицы. Тут, мне кажется, скорее просто это уже логика репрессивная, которая даже не требует каких-то, наверное, приказов сверху, но просто это уже сами политические, которые стоят в отцеплении, понимают, что у них есть санкция и им можно жестить, что называется. Ну, понимаете, еще я помню и сам Алексей Анатольевич, и многие его соратники говорили о том, что если на площадь выйдет 20 человек, то, конечно, их всех разгонит. Если выйдут 200 тысяч, их не разгонит никто. Но 200 тысяч не выйдут. Вот в этом и есть трагедия. Понимаете, и если мы вспомним золотые времена, там, 12-13 года, когда Навальный был кандидатом в мэр Москвы, когда его сторонники собирали многотысячные митинги, собственно, вот с тех пор мы видим путь только вниз, к сожалению. И население смиряется с этим, готово искать выход в эмиграции, в покорности, в чем угодно, но не в бунте. Поэтому, к сожалению, я думаю, что еще пойдет много лет, пока имя Навального станет действительно той иконой, которой оно должно быть. И, кстати, хотел бы, наверное, особенно заострить внимание на том, что люди, которые выступают против войны, находятся по разные стороны российской границы, наверняка очень по-разному воспринимают эту новость. И я уверен, что те, кто в России и занимают антипутинские позиции, их гораздо больше подкосило сейчас, конечно, это известие. Да, я думаю, что оно всех подкосило. И на самом деле, я думаю, что сейчас всякого рода бессмысленный спор относительно того, насколько антивоенным был Алексей Анатольевич. Я уверен, что он был против этой войны, как и против всех проявлений путинской диктатуры. Они теряют смысл. Сейчас надо действительно просто вспоминать этого дающегося человека. и сожалеть о том, что его борьба оказалась в общем-то бессмысленной, потому что россияне не пошли за ним, хотя я думаю, что многие понимали, что в общем-то ничего хорошего той перспективы, которая разворачивалась в России, ждать не приходилось. Вадислав Иноземцев, экономист, спасибо. Спасибо вам за разговор. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Важно ставить лайки, важно подписываться, важны комментарии. Давайте будем вместе, давайте будем помогать друг другу. Помогите нам просто распространить это видео. Спасибо, удачи.